Неприятное чувство, правда? Те, кто жил или приезжал в детстве в сёла и деревни, знает, кто такой гусь, как он шипит и больно клюёт за ноги. У многих это главный страх детства, но на самом деле гути — это умные и гордые птицы. Вот о них мы сегодня и поговорим. Гуси — род водоплавающих птиц, семейство утиных отряда гусеобразных. Эти птицы обладают компактным телосложением, с телом яйцевидной формы, достаточно длинной и изогнутой шеей, коротким хвостом и клювом. Гуси живут на луговых и болотесых пространствах, некоторые — на берегах морей. Они хорошо ходят и бегают, летают быстро, но плавают и ныряют хуже уток. На воде они находятся гораздо меньше, чем утки и лебеди, большую часть жизни проводят на суше. Гусей можно условно разделить на две категории — дикие и домашние. Существует более 10 видов диких и более 20 видов домашних гусей. Эта птица довольно бесстрашная, если кто-то зайдёт на её территорию или просто не понравится ей, то она без колебаний переходит в атаку. Канадский гусь напал на чайку, которая села недалеко от него. Чайки могут запросто утащить маленьких птенцов, наверное, поэтому гусь и атаковал. Он начал бить чайку крыльями и топить своим телом. Гусь успокоился только тогда, когда чайка перестала подавать признаков жизни. Этот парень сам виноват в том, что случилось. Он намеренно подошёл к диким гусям слишком близко, и, конечно же, они прогнали нарушителей своих границ. А здесь парень решил подразнить домашнего гуся белой тряпкой. Он тряс ею перед птицей, как перед быком на кориде. Гусь недолго это терпел и неожиданно напал на человека и больно клюнул его за ногу. Эта девушка не смогла нормально дойти до своего дома, а виной тому стал канадский гусь, которому она чем-то не понравилась. Гусь нападает на девушку и стремится уклюнуть её прямо в голову. На помощь пострадавшей даже пришёл мужчина на белом автомобиле. Но как только девушка забралась в салон, гусь залетел вместе с ней, сильно напугав водителя. Но всё же людям удалось спрятаться в машине. Правда, девушка потеряла свои сумки. У гусей довольно много врагов, главные из которых хищные птицы и хищные млекопитающие. Лисы входят в их число. Случайному прохожему удалось заснять противостояние голодной лисицы и гусиной семьи. Лиса хочет утащить маленьких гусят, но родители бесстрашно защищают их. Гусь-отец не подпускает хищника близко к своей семье, а мать прячет за собой птенцов. Так продолжалось пару минут, и после этого лиса ушла ни с чем. Здесь такая же ситуация. Лиса хочет заполучить на обед птенцов-гусей, но родители настроены очень серьёзно и готовы пожертвовать собой ради своих детей. Мать расправила крылья и таким образом прячет гусят. Отец атакует и отгоняет хищника. Сегодня им повезло. Лиса бросила попытки и убежала. Часто опасность приходит с воздуха. Тут на гусиную семью нападает орёл. И как и в прошлых видео, взрослые птицы всеми силами защищают своих птенцов. Они вдвоём подпрыгивают вверх и не дают хищной птице утащить гусят. После второй такой атаки орёл бросил попытки заполучить гусёнка и улетел дальше. А вот горилл гуси не боятся совсем. Этой гусиной паре чем-то не понравилась горилла, оказавшаяся рядом. Большая обезьяна вовсе не хочет конфликтовать и опасается этих птиц. Когда птицы идут вперёд, горилла отступает. А когда она попыталась покинуть это место, гусь бросился за ней вдогонку. А вот продолжение этой истории, снятая какое-то время спустя. Горилла вернулась на то место, где обосновались гуси. И опять птицы погнали обезьяну прочь, нисколько не боясь её. Вообще складывается такое впечатление, что чем больше животные, тем наглее становится гусь. Здесь птица напала на лошадь и пустила её в бега, показав, кто тут настоящий хозяин. Здесь можно наблюдать противостояние слонёнка и гуся. Слоны по своей природе очень любопытны. Вот и этот молодой слон заинтересовался птицей. Побрызгав в неё водой, слонёнок поворачивается спиной. И в этот момент гусь взлетает, садится ему на спину и щиплет за уши. После этого начинается настоящая драка. Как только гусь оказывается на земле, слон толкает его хоботом и даже бьёт ногой. Но птица оказалась очень упертой и продолжает нападать на животное. Гуся не останавливают ни удары, ни толчки слонёнка. Он всё идёт и идёт в атаку. Кончилось всё тем, что гусь забрался на своё место. Слонёнок последний раз окатил его водой, и на этом животные разошлись. Стадо быков паслось на поле, и там же был этот упрямый и бесстрашный гусь. Он не улетел, и всем видом показывает, что не рад этим животным. Интересно, что ни один из быков не стал атаковать птицу. Складывается такое впечатление, что быки просто побаивались наглого гуся. Собак гуси тоже не особо побаиваются. Этот пёс на поводке явно не ожидал от птиц такой наглости. Гуси очень часто нападают на людей без видимых на то причин. Возможно, они знают, что в большинстве случаев человек не оказывает сопротивления и предпочитает убежать. Рыбак ловит рыбу в каком-то пруду, где рядом с ним плавают два гуся. И несложно догадаться, что будет дальше, иначе эти кадры не попали бы в наш ролик. Один гусь ни с того ни с сего нападает на человека и скидывает его в воду. Канадский гусь, оказывается, может охранять дом не хуже сторожевой собаки. Он напал на мужчину и не даёт ему пройти. Человек стал отбиваться, но гусь не отступает и продолжает атаковать, периодически взлетая в воздух. И даже когда навстречу вышла женщина и проводила мужчину в дом, гусь предпринял последнюю попытку остановить этого незваного гостя. А здесь гольфист хочет заполучить свой мяч, рядом с которым находится канадский гусь. Мужчина пытается отогнать птицу клюшкой, но она не реагирует на это. В какой-то момент гутю это надоедает, и он атакует спортсмена. Прохожий повстречался с птицей на улице, и пройти мимо гуся у него не получилось. Гусь оказался агрессивный и нападает, взлетев в воздух. Здесь также канадский гусь атаковал двух прохожих. Девушка сильно напугалась этого, но мужчина прикрыл себе лишь лицо, чтобы не получить удар по глазам, и попытался отогнать наглую птицу. Но гуся это не остановило, и он продолжил свое нападение. Наглый гусь запрыгнул в приплывающую рядом лодку, и сразу напал на собаку, которая там находилась. Хозяин лодки выбросил птицу за борт, но она тут же забралась обратно. Так продолжалось несколько раз. Гуся вышвыривали с лодки, но он упорно лез обратно. Птица успокоилась лишь тогда, когда человек дал полный ход. А тут наглый гусь собрался на отдыхающую женщину. Он уселся ей на спину и начал ощупывать ее клювом. Женщина оказалась не из пугливых, и только посмеялась с такой ситуацией. Эти кадры были сделаны дроном. Кто-то решил поснимать гусиную семью с псенцами, но съемка продлилась недолго. Гуси решили, что квадрокоптер может представлять опасность для малышей, и напали на него. Эти трое решили подразнить дикого гуся и ползком подкрались к нему. Конечно, гусь не стал терпеть такой наглости и быстро прогнал непрошенных гостей, сев одному на спину. Но не все люди боятся гусей и сразу же убегают, когда они начинают шипеть. Этот белый гусь решил напасть на пожилого мужчину. Но мужчина начал раздавать плюхи направо и налево, и потом вовсе схватил наглую птицу за шею и отшевырнул ее. Но гусь все не унимался и получал от мужика все больше и больше. На этом все. Друзья, если вам понравилось это видео, то можете поставить лайк. Ну и конечно, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Впереди много интересного. И не забывайте включать оповещение с помощью этого колокольчика. И тогда вы первыми будете узнавать о выходе новых видео. Ну а я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!